Коллеги, рядом со мной Юлия Бабинская, компания Вентро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сессия только что закончилась, и вы пришли к нам сразу на интервью. Спасибо вам за это. И давайте, наверное, подробнее о темах. Тема, которую мы сегодня обсуждали, собственно, то, как чувствует сегодня ритейл, как адаптируется к новым обстоятельствам, и какие проекты продолжаются для того, чтобы сделать этот год успешным. Не всем посчастливилось быть на вашей сессии. Давайте, может быть, как-то тезисно, вкратце. Если говорить о действиях компаний, которые сегодня продолжают свою деятельность в России, на самом деле первое, что предпринимают, это некоторая оптимизация. Это оптимизация, это продолжение инвестиций, которые могут дать финансовые результаты и позитивные результаты в этом году. Ну и, наверное, мы видим, что такой период, когда было совсем-всем страшно, и была такая полная остановка, он прошел, и сейчас многие компании действительно думают о том, какой вектор необходимо, какого вектора необходимо придерживаться для того, чтобы дальше продолжать свою деятельность и наращивать обороты. Всех интересует один и тот же вопрос. Есть ли какой-то алгоритм действий, единый для всех, которого нужно придерживаться? Там маленькие шажочки, инвестиция во что-то, что даст плюсы, или, в принципе, каждая компания должна действовать сама по себе? Все говорят о том, что нужно научиться планировать завтра. Не месяц, не квартал, не год, а завтра. Ну и действительно, учитывайте обстоятельства, с которыми мы работаем сегодня. Спасибо большое и удачи вам! Спасибо! Продолжение следует...